Так, опять нам нужна вода, поэтому опускаемся, ищем пузыри. Здесь у нас пузыри есть. Так, забираем. Опять тоже забираем. Так, яйцо существа. Спанировать нельзя. Почему-то. Так, он там еще. Так, вот это можно тоже просканировать. Пусть у нас пишет готов к изучению. Геологические данные, выступы известняка. Медная руда. Так, пока плаваем по поверхности. Так, это кто у нас был? Бумеранг. Ладно, тоже съедобный, поэтому лишний не будет. Но пока что только пузыри нам нужны. Так, металлолом. А может тоже просканировать. Геологические данные. Данные. Так, заберем. Это мы все забираем. В любом случае нам понадобится. Так, ну пока с водой проблемы. До сих пор. Пока можно подняться по лестнице. Можно и наверх забраться. Правда, отсюда видно только Аврору. Так, хорошо. Приготовить вода фильтрованная. Это нам очень-очень нужно. Одну, кстати, приготовленную сделаем, потому что у нас нет приготовленного пузыря. Нам посмотреть, какие ему характеристики дает. Пусть будет тоже. Искон пока самый лучший в плане еды. Так, смотрим. Так, вода использовать, использовать, использовать. Ветхая, приготовленная песком. Так, почему ветхая? То есть похуже, чем приготовленная. Тоже, по идее, приготовленная. Почему-то хуже. Ну да, ладно. Так, бумеранги. Так, а где у нас приватольный пузырь? 15 еда. Губчатый, хрящеватый, низкокалорийный. К счастью, без запаха. Так, в общем, песком пока идет лучше всего. Даже ветхий. Даже воду дают. Так, ладно. Запомним. Так, надо что-нибудь поубирать. Титан. Так, ладно, мы, наверное, приготовим все-таки это. Металлолом в титан превратим. Если что, еще найдем. Иначе он превращается в четыре, в принципе, так же четыре ячейки занимает. Так, у нас еще есть руда какая-то, вот, медная руда. Основной компонент проводки. Ладно, это потом. Так, идти там, наверное, сюда пока уберем. Так, и почитаем. Что мы там собирали-то. Это новые чертежи. Здесь, по-моему, пока ничего. Так, то же самое. Голосовый журнал. Сомсканировано. Завершено. Уже нет показателей нормы. Продолжаю наблюдение. База данных. Так что у нас появилась. Геологические данные. Выступы известняка. Эти необычные геологические структуры часто образуются вокруг месторождения титана и меди. И специфичны для этого, для этой планеты. Тщательный анализ показывает, что окаменелость вокруг металла устойчива к эрозии. Однако механизм остается неизвестным. Оценка источник титана и меди. Так, разбросанные обломки. Анализ подтверждает, что это обломки Авроры. Наружные слои материала окислены, предположительно из-за нагрева до температуры свыше 1200 градусов по Цельсию. Модель соответствует разрушению корпуса при входе в атмосферу. Утилизация уцелевших частей судов в корпорации Альтера невозможна на ее юридическом, моральном и техническом уровнях. Однако обломки вроде таких могут быть переработаны на содержащийся в них титан в любом изготовителе корпорации Альтера. Так, понятно. То есть обломки только в титан. Так, хорошо. Животный мир. Платоядные. Камикадзе. Так, вот это, которые взрываются. Этот необычный вид выработал экстренный механизм защиты на основе взаимного гарантированного уничтожения. Расположенный спереди глаз. Один. Помогает существу распознавать и отслеживать потенциальных хищников. Серовик. Растение приспособилось питаться серными соединениями, выделяемыми камикадзе, живущими среди их листьев. Более сильные и защищенные растения представляют собой лучшие места гнездования, что в свою очередь приносит растению больше питательных веществ от более крупных камикадзе. Защитный механизм. Концентрация серого организма со временем растет. Если камикадзе сталкивается с чем-либо на достаточной скорости, шипы на его теле сжимаются, запуская взрывную химическую реакцию. Оценка вооружится стази с ружьем, репульсионной пушкой или сходным оборудованием перед посещением мелководных пещер. Хорошо. Травоядные большие. Трусоватый скат. Являясь... Так. Такой. Являясь травоядной водной формой жизни, трусоватые скаты, по всей видимости, живут спокойной и одиночной жизнью с небольшим количеством хищников, природным любопытством и ужасно ядовитой плотью. Первое. Уши. Парные оранжевые отростки на голове улавливают вибрации в воде. Так, здесь даже есть у нас первое. Второе. Волнообразные крылья. Метод перемещения заметно схожий с таковым у земных скатов. Генетическое сходство не обнаружено. Предположительно, два этих вида выработали сходные приспособления для своей окружающей среды независимо. Данные свидетельствуют о том, что большие боковые глаза являются относительно недавней адаптацией. Предположительно, в других экологических биомах на планете существуют родственные виды скатов. Оценка не съедобен, но безобиден. Травоядные. Небольшие. Бумеранг. Бумеранг травоядная, встречаемая в больших количествах. Часто встречается на мелководье и передвигаются косяками. Острые зубы. Предположительно, предназначена для измельчения кораллов. Двойные плавники. Необычная разновидность двойных плавников, являющихся хрящевыми вырастами скелета. Устойчивы к повреждениям и дают отличную скорость, но долго отрастают. Синие кончики на самом деле окончание пищеварительного тракта, где свечение поедаемых ими кораллов достигает пика. Более активен в светлое время суток, но удирает при приближении к нему. Бумерангов легче заметить ночью, когда их выдает свечение, и они ищут укрытие на морском дне. Оценка съедобен. Искун. Первое, второе, третье. Быстрая травоядная рыба, обитающая большими косяками на мелководье и богатая белком. Развитые боковые глаза, способные к распознаванию цветов не только на мелководье, но и при различных условиях освещения. Они также могут закрываться веками, не давая свету отражаться от хорсталика и делая пескуна почти невидимым для ночных хищников. Мощные плавники. Данный вид развил мощные плавники, которые обеспечивают ему быстрое ускорение в спокойной воде и способность выпрыгивать на несколько метров из воды, чтобы ускользнуть от преследователей. Клюв. Вероятно, используется, чтобы ловить, ломать кораллы и прочные растения. Необычайно большая полость носа не служит никакой наглядной цели. Она была развита, по-видимому, специально для обнаружения одного конкретного фермента. На планете до сих пор не найдено то, что могло бы выделять соответствующий запах. Четвертое. Выделительные трубки. Так, четвертое. Где у нас? Тут как-то и не видно. Трубки, крепящиеся к туловищу пескуна, соединены непосредственно с желудком их жабрами и, вероятно, служат для выброса их содержимого при желании. Но значение не ясно. Несмотря на то, что пескуны хорошо приспособились к выживанию на мелководье, ряд эволюционных приспособлений не несет никакого значения. Вероятно, они также хорошо приспособлены к выживанию в глубоководных условиях, а также они в некоторой степени умнее, чем обычные мелкие травоядные. Оценка съедобная, высококалорийная. Требуется дальнейшее изучение. Пузырь. Пузырь. Так, первое. Второе. Это необычное травоядное выглядит практически беззащитным и имеет очень слабое сходство с прочими организмами вокруг него. Первое. Полупроницаемая мембрана. Пузырь может фильтровать морскую воду и воздух в полости тела при помощи уникальной мембраны, окружающей его хребет, подобно пузырю. Это позволяет ему удалять и поедать пойманные в процессе органические частицы и регулировать собственную плавучесть. Второе. Незамкнутые сосудистые трубки. Могут отклоняться и сжиматься, выталкивая воду и создавая медленную направленную тягу. Чаще всего не реагирует на угрозу, оно еще практически неподвижен. Единственный обнаруженный защитный механизм в том, что он почти полностью состоит из воды, воздуха и хрящей. Так, воздух, воздух и хрящей. Оценка съедобен. При поедании воздух можно выкачать из мембраны и добавить в резервуар. Мембрану можно использовать как естественный фильтр для воды. Так, то есть мы можем вот так съесть, а у нас кислород добавится. Так, хорошо. Коралловые. Гигантские коралловые трубы. Разнообразие коралловых образований на 4546B очевидно является различным решением одной и той же проблемы. Максимизации потока воды и питательных веществ сквозь колонию. Данная конкретная разновидность пропускает воду сквозь трубу, фильтруя питательные вещества по мере их прохождения. Ее размеры предполагают, что она делает это весьма успешно. Оценка. Образцы коралловых труб богатой кальцием, пригодным для изготовления антисептика. Пластинчатый коралл. Каждый диск представляет собой отдельную колонию микроорганизмов, фильтрующую питательные вещества из воды. Картина роста указывает, что колония находится в прямой конкуренции за положение с лучшим течением или светом. В отличие от других видов кораллов, их структура податлива, мягко пульсирует, будто закачивает питательные вещества в их края и становится жесткой при физическом воздействии. Узлы в виде драгоценных камней на поверхности концентрированы редкие минералы, которые коралл не способен переработать. Оценка можно использовать в изготовлении компьютерных микросхем. Пока такое непонятно, как их добывать. Так, растительный мир. Используемый серовик. Данный вид растений служит гнездом для взрывчатых существ, охраняющих их. Внешние лепестки, по всей видимости, не повреждаются обитающим в нем существом, что предполагает сложное совместное развитие. Растение приспособилось кормиться питательными веществами и минералами, которые в них откладывает рыба. Серные отложения на внутренних лепестках дают предоставление механизма, посредством которого существо взрывается. Оценка серы может применяться в изготовлении ремонтного инструмента. Море. Вьющиеся водоросли. Хорошо адаптированное к мелководию и пещерным системам. Это растение живет в симбиозе с коралловыми видами, которые формируются вокруг основания стеблей. Так, что-то одно еще было, мы тогда нажали, но потом закрыли. Так, амикадзе. А этих прочитали. Так, кислотный гриб. Да, вот это мы нажали и тогда не стали читать под водой. Кислотный гриб. Простой вид споровых грибов. Мякоть содержит сильное кислотное соединение, которое вымывается в воду, если внешняя оболочка повреждается. Неясно, от каких хищников предназначена такая система защиты, но количество грибов. Внимание локального отказания радиации предполагает, что ядро привода Аврора достигло критического состояния. Это плохо. Кантумная детонация пройдет в течение двух часов. Это плохо. Так, если внешняя оболочка повреждается. Неясно, от каких хищников предназначена такая система защиты, но количество грибов в одном скоплении показывает, что это успешно отпугивает большинство из них. Так, оценка несъедобен. Кислота пригодна для изготовления батарей. Так, хорошо, все прочитали. Так, в течение двух часов. Видимо, сейчас что-то взорвется. Так, можно в ту сторону, конечно, проплыть. Наверное, это нежелательно. Тем более, если в течение двух часов там что-то взорвется. Так, здесь у нас ничего нет. Так, а снизу и не видно. Так, у нас здесь, кстати, сверху вот такие виды. А, нет, просто снизу. На поверхности. Нясно, это эти кораллы. Трубы. Так, вот это мы заберем. Это мы все заберем. Это пока непонятно, как добывать. Так, вот это нам нужно. Медная руда. Так, яйца тоже заберем. О, здрасте. Для нужных расконировать газобрюх. Так, местная форма. О, это все от тебя. Вполне я так понимаю, это наносит там ущерб. Драться мы пока не можем. Драться нам пока нечем. Так, а здесь у нас должно быть... Да. Известно. Так, взорвись там. Отлично. Так, а это пещерный серум заберем. Так, интерпол. Так, что-то надо выкинуть. Чтобы нам выкинуть. Так, кислотный гриб можно выкинуть. Его у нас много. Так, вот здесь что-то большое. Так, сначала воздуха наберем. Так, слишком большие обломки какие-то. Так, тут он летяга. Так, местная форма жизни летяга. Так, что-то здесь ничего нет. Мозговой коралл. Так, ты опасный. Походу, его надо будет потом ножиком раскрыть. Так, здесь ничего нет. Фрагмент морского глайдера. Готов к изучению. Так, один из двух. Просканирован фрагмент морского глайдера. Общий прогресс 50%. Так, понятно. Их надо сканировать. Кислород. Кислород осталось на 30 секунд. Кстати, удобно, что так на 30 секунд. Так, тут 20. 20 кислорода. Это на 30 секунд. Примерно 1 кислород на 1,5 секунды. То есть 75. Можем находиться. 150 секунд. Нет, 150 секунд. По-моему, многовато. А там на 1,5. То есть, грубо говоря, менее 2 минут можем находиться под водой. Фрагмент в граве-ловушке. Один из двух. Здесь у нас все закрыто. Так, вот тоже, наверное, глайдер или что есть у нас. Так, морского глайдера. Отлично. Минтезированный чертеж. Это хорошо. Так, теперь я посмотрю, что для этого нужно. Для этого глайдера. Так, морской глайдер. Преобразует крутящий момент в тягу под водой через винт. Батарея, смазка, медный провод, титан. Так, смазка. Без понятия будет смазку. Ладно, это мы потом тоже узнаем. Так, радиомаяк. Один из двух. Так, забрать тебя, не забрать. У нас места нет. Да и как-то не получается тебя забрать. Выплывай. Так, вот здесь что-то есть. Морской глайдер. Но, по идее, уже больше не нужен. Интерпола на x2. Но он сюда-то не добавляется. Так, бумеранг можно выпустить. Так, испорченный. Приготовленный пузырь. Еда испорченная. Еще и портится. Надо сразу есть. Это я не знал. Так что, в принципе, с собой носить нет смысла. Так, вода минус 12. Употребить, выбросить. Надо только выбросить. Но это приготовленный. Соответственно, если мы возьмем свежий, неприготовленный, будет хорошо. Нам, кстати, надо их набрать уже. 200 метров. Далековато. Надо что-нибудь еще просканировать. Вот это, по-моему, радиопередатчик. А, это как горавейная ловушка. Дозированного чертежа. Гравейная ловушка. Это мы потом в капсуле почитаем. Так, это нам все пригодится. Места уже, наверное, нету, да? Может, взять не сможем. Так, ну, рыбу, наверное, лиску наставим. Разлагающийся. Разлагающийся нам не нужен. Так, из этого мы стекло наделаем. Думаю, понадобится. Так, ладно, плывем к нашей капсуле. Думаю, коврой или нет, пока смысл оплыть. Надо где-то смазку достать. Так, значит, у нас фиолетовая. Ой-ей-ей. Так, давай взорвись только там где-нибудь. Рядом с нами взорвался. Так, еще один сейчас взорвется. А, надо было забрать. Они везде можно забирать. Здесь, здесь сера нет. А возвращаться не будем. Там нет, тоже сера не было. Да, может быть, и была. Так, нам бы выход. Темнеет. Так, им нужно водяных брать. Песку нам не годится. Прыгун. Прыгун. Так, просканировали. Так. Такая огромная... Не знаю, что это луна, планета. Это у нас. Это планета. Так вот, вы нам нужны. Очень много. Опять точно. Места нет. И выкидывать ничего не хочется. Ладно, хотя бы чуть-чуть восполним. Сейчас что-нибудь с мастерием. Так, это нельзя нажать. Так, во-первых, полечиться надо. Птичку забрать новую. И, 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 и. Приготовить воду. Поздравляем, бывший вытург, что перевыполнили свой недельный коэффициент физических упражнений на 500%. Данные показывают, что вашим любимым родом занятие было плавание. Не забывайте разнообразить свой распорядок для равномерного и ночного развития. Так, размещаемые объекты. Морской глайдер. Так, нету смазки. Граве-ловушка. Использует искусственную гравитацию, чтобы притягивать к себе легкие предметы и небольших существ. Так, это, наверное, потом куда-нибудь сюда можно экипировать снаряжение. Так, ладно, вода. Вода-вода. Вода-вода. Что мы можем еще сделать? Металлолом в титан. По-другому никак. Титановая слитка, я пока не знаю, куда нам. Кварц. Походу, кварц только в стекло. Держится. У нас его много. Так, что мы еще можем сделать для себя? Так, силиконовая резина. Как тебе сделать? Где она вообще? Наряжение. Так, ласт еще. А, вот тоже силиконовая резина. Тоже бы хотелось сделать. Труба. Используется для подачи воздуха через насос. То есть, потом. Так, вот. Гроздь семян водорослей. Надо где-то это найти. Сейчас мы это и пойдем искать. Так, титан. Титан сюда складировать. Нам придется выкидывать вообще. Так, интересно, если я просто здесь выкину. А, здесь нельзя выкидывать в помещение. Так, ну, а здесь на поверхности? Здесь можно выбросить. Оно все упадет, наверное. Так, 24%. Так, убираем сюда. Титан. Так, и за водой. За водой. За воздухом. А вон они, которые с крыши упали. Ну, ладно, ничего страшного. Так, водяные. Где у нас? Где у нас не водяные, а воздушные. Кольцевик. Такого не видел. Водоросль. Местная форма жизни. Вот, вот здесь у нас что-то. 30 секунд. Яйцо существа. Везда на данной планете произрастает в необычайно уникальных и разнообразных экологических биомах. Икручивается дальнейшее изучение. Так, это мы слишком как-то глубоко. Кислород. Вот эти, по-моему, грозди, которые нам нужны для ласт и так далее. Так что их надо собирать. Чё, просканируем. Так, да. Вот, грозь семян водоросли. Семена водоросли. Так, забираем. Только один. А, вот много их можно забрать. Инвентарь фул. А, вы большие. Так, а чё нам выкинуть? Тебя можно выкинуть. Кольцевик. Небольшая съедобная травоядная рыба. Потом почитаем. Нам больше нечего выкинуть. Кварц один выкинем. Ладно. Это заберем. Окей. Надо как-то повышать инвентарь. В ведре привода Авроры произошла квантовая детонация. Реактор достигнется вертического состояния через 10,9,8,7,1. Взрывайся. Это эпично. Ну, а что я мог поделать? Противорадиационный костюм. Чертеж. В целях большого удобства противорадиационный костюм был добавлен в базу данных чертежей. Ага. Хорошо. Мне кажется, до этого, если мы туда поплыли, как раз-таки надо бы радиации... И охватило бы. А так теперь у нас есть чертеж. Так, что за чертеж? Так, гравиловушка. Это окей. Так, где он у нас? Противорадиационный костюм. Костюм со свинцовыми вставками, защищающий от радиации. Сетчатое волокно, свинец. До такого мы еще не дошли. Так что еще. Приготовленный кольцевик. Никогда не ешь тюрюсики. Хорошо. Смазка. Смазка на масляной основе, произведенная из натуральных компонентов. Применяется в промышленности. Грозь, семян, водоросли. Вот, отлично. Так, голосовой журнал. Это все мы читали. База данных. Так, что у нас тут появилось? Падальщики и паразиты. Рыгун. Рыгун. Распространенный падальщик у основания пищевой цепочки. Ртовое отверстие. Будучи слишком маленьким, чтобы угрожать большинству организма, это существо явно приспособилось питаться отходами окружающей экосистемы. Тройная нижняя челюсть. Используется для ориентирования при дрейфе, а также для фильтрации детрита на дне пещеры. Три ноги. Мощные мышцы помогают существу преодолевать большое расстояние в воде так же хорошо, как и передвигаться с их помощью по дну моря. Оценка необходима для переработки отходов. Присутствие может указывать на пещерные системы по близости. Так, хорошо. Газобрюх. Медленные существа и при этом одни из самых больших травоядных на планете. Будучи лакомой добычей для возможных хищников, газобрюхи защищают свои владения, выбросывая в воду ядовитое и едкое соединение, способное растворить даже синтетические волокна. Система фильтрации. Многослойные жабры делают существо невосприимчивым к собственным токсичным облакам. Водорослевая железа. Выпуклый предаток сзади похожий на мешок. Внутри мешка растут алюминиесцентные желтые водоросли, вырабатывающие ядовитые соединения. Брюшные мышцы могут сокращаться, заставляя железу, выделять токсичное сними в окружающую воду. Большие брюшные плавники позволяют энергично передвигаться в воде при перемещении небольшими стаями. Поведение. Газобрюхи выглядят социальными по своей натуре и, возможно, даже используют свои выделения в ритуалах взаимоотношений. Сдаваемые ими звуки, по-видимому, сигнализируют о находящихся рядом угрозах или источниках пищи. Оценка. Соблюдая осторожность при приближении. Кислотные коконы можно собрать и повторно использовать. Хорошо. Кольцевик. Кольцевик. Мелкая стайная травоядная рыба с уникальным методом передвижения, являющейся дальним родственником пузыря. Угу. Пузыря. Хорошо. Усики. Вместо плавания это существо использует тонкие зеленые усики, которые окружают его тело, чтобы изменить состав воды перед ним, позволяя ему дрейфовать в созданном пространстве с низкой плотностью. Пурпурно-зеленый окрас. Возможно, камуфляж для адаптации к среднечастотным световым волнам, указывающие на то, что корцевик наиболее активен на рассвете и закате. Поведение. Несмотря на то, что корцевики фиорически образуют косяки и не все вместе убегают от хищников, это поведение больше социальное, чем защитное. Одинокие корцевики часто занимаются поисками еды и в целом проявляют любопытство. Ценка съедовен. Летяга. Мелкая, осторожная, травоядная, обычно встречаемая в зарослях водорослей. Заряженные подушечки. Шесть уникальных придатков имеют заряженные подушечки, способные ионизировать окружающую воду. Вероятно, летяга использует эту способность, чтобы сохранять свое положение в воде, пока она питается водорослями или шайниками. Ценка съедобна. Коралловый мозговый коралл. Постоянно растущая колония микроскопических организмов. Этот вид кораллов приспособился фильтровать углекислый газ из окружающей среды, используя углерод для построения колонии и вытеснять кислород из специальных выпускных воронок. Они очень выносливы. Предположительно, образец собранный со взрослой особи. Можно вырастить искусственно. Оценка воздушной баллона способна улавливать кислород из воды, там где это возможно. Так, баллон. Может быть там у нас кислород пополняется? Надо будет потом проверить. Я тогда не посмотрел. Водоросли. Вид водорослей сосредоточен в крупных лесах, на мелководье и песчаных водах. Свободные корни растения закреплены за морское дно, из которого оно неуклонно растет по направлению к поверхности, в погоне за солнечным светом. Стебель волокнистый и богат железом. Это делает его пригодным в качестве основы для изготовления текстиля, а также в качестве базового продукта питания. Оценка важный инопланетный ресурс съедобно применяется в изготовлении предметов. Так, а нам его, наверное, надо будет потом... А, это про вот этот, этот съедобный. Это у нас что-то другое. То есть не сама водоросль, а вот эта гроздь... Как они там называются? Гроздь семян водорослей. А, на принципе, да, семян водорослей. Семена местного происхождения с высоким содержанием кремния и масла. Яйца существа. Так, у нас были маленькие. Яйцо. Какое-то здоровое. Так, ладно. Так, вид водорослей сосредоточен в крупных лесах, на мелководии печаных водах. Свободные корни в солнечном свете. Так, это все мы прочитали. Применяется в изготовлении предметов. Так, семена водорослей. Вот семена, по идее, съедобные, а не сама водоросль. Семена водорослей. Созревшие водоросли, пережившие поедание малыми травоядами, производят эти биолюминесцентные грозди семян, которые могут быть сбиты свободными потоками или съедены, а затем отложены в экскрементах пожирателей. Зародыш окружен густым слоем масла и силикона, которые вытекают на грунт при разложении внешней оболочки. Это дает саженцу... Хорошо. Это дает саженцу питательные вещества, необходимые для того, чтобы выжить в условиях низкой освещенности на дне моря. Оценка важный инопланетный ресурс применения в изготовлении предметов. Так и противорадиационный костюм. Данный костюм полностью защищает носителя от радиации во время наземных, подводных или космических исследований. Категория безопасность до 403 в час. Не знаю, как это расшифровывается. 3 в час. Перекрестная совместимость со всем функционалом костюма УЗК. Оттекаемый. Противорадиационный костюм. Необходимая предосторожность и постапокалиптическом мире. Так, хорошо. Хорошо. Так, не можем ли мы изготовить воду? Нет, не можем. Нам она нужна. Так, можем приготовить кольцевика. Или должен быть более хорошо съедобен. Так, 23,3. Никогда не ешьте усики. Так, этих тоже. Приготовим. Чуть-чуть воды дадут. Так, соленая кольцевик, отложенная соли. Эта рыба на самом деле на вкус как рыба. Вызывает обезвоживание, но хорошо хранится. Так, здесь что мы можем сделать? Противорадиационный костюм. Мы его пока не сможем сделать. Так, и ресурсы. Вот смазка у нас появилась. Смазка нам нужна... А, вот силиконовая резина. Две штуки. Гроздь. Делаем силиконовую в любом случае. Так, дальше посмотрим. Оно сейчас надо за водой. И надо приготовленный песком. Вода плюс 5. Хотя бы так. Вода плюс 5. Вот следует. Сёмка.